День химиков в Балакове отгремел по-другому и не скажешь. Целый день на центральной площади продолжались мероприятия. Спорт, музыка, развлечения для детей. Отмечать всем городом профессиональный праздник химиков для жителей Балакова уже традиция. Несколько лет подряд, в последнюю субботу мая, балаковцы начинают свой день с забега. Большой старт был дан и на этот раз. В нем приняли участие более двух тысяч человек. Открыли спортивные мероприятия первые лица Балаковского района и руководство Балаковского филиала АУ «Апатит». Дали такой старт символический этому нашему традиционному забегу. Очень приятная атмосфера, дружелюбно, позитивно. Для каждой возрастной группы была подготовлена своя дистанция. Малютки со своими родителями бежали 500 метров, ребята постарше 800. Ну а самые уверенные в своих силах балаковцы преодолели 5000 метров. Надо отметить, что бороться им пришлось не только с собой, но и с ветром, который всячески мешал участникам дойти до финиша. Очень хорошо, очень масштабное массовое мероприятие. Как бы 5 километров не такая сложная дистанция. Можно где-то и пешком пройти, просто хотя бы прогуляться. Ну и заряжает энергией. Дистанция сегодня у нас тяжело, потому что давно такие быстрые дистанции не бегал. Плюс погодные условия, сильный ветер. И дистанция такая очень тяжелая, потому что получается по прямой бежишь только старт-финиш, а все остальное забегаешь на мост и избегаешь с моста. Вообще погода в этот день была очень капризной. То ветер, то дождь, то солнышко. Но различные активности, которых на площади было немало, не прекращали работу. Все-таки балаковцы ждали этот праздник. К сожалению, из-за сильного ветра не удалось полетать на аэростатах. Да и полосу препятствий тоже пришлось закрыть. Ребятня играла в гигантские шашки и шахматы, участвовала в квестах и выполняла различные задания. Поклонники спидвея не могли пропустить фотозоны с гоночными мотоциклами. Народ очень сильно соскучился по этим праздникам. И пусть они будут чаще. Люди могут сходить, развеяться, послушать живую музыку. Это очень здорово. День химика – это, конечно, замечательный день, а для нашего города он особенный. Посагра и апатит. Вот они молодцы. И, конечно, устраивают такие праздники для нас, что каких город и не видел. День химика активный, плавно перешел в музыкальный. И, несмотря на то, что начавшийся дождь перенес выступление артистов почти на полтора часа, волоковцы стоически ожидали концерт. И вот на сцене ведущий, которого большинство из нас воспринимает в качестве исполнителя, Родион Газманов сразу зажег публику и запустил трехчасовой музыкальный марафон. Нас сегодня здесь в Болоково объединил День химика! Погода, которую в этот день все волоковцы просили наладиться, наконец решила одуматься и дать возможность певцам выступить, а публике отдохнуть. Уважаемые друзья, уважаемые голоковцы, поздравляю всех с Днем химика, желаю всем здоровья и, надеюсь, в погодные условия сегодня нам немножко будут благоприятствовать. Мне вспоминается детская песня, что нам снег, что нам зной, что нам дождь проливной, когда мои друзья со мной. Здесь собрались наши друзья. Я рад вас здесь видеть, всех видеть. С праздником, поздравляю, с Днем химика! В этот вечер на сцене блистала кавер-группа «Авеню Бэнд», затем участница проекта «Ты супер» Елизавета Седлова. Эта маленькая звездочка, между прочим, наша землячка. На смену ей вышли участники проекта «Голос» – Василий Пасечник и Ян Майерс. Они исполнили всеми любимые хиты. Ребята из шоу-барабанщиков номер один в России «Василий в грув» добавили драйва празднику, а Родион Газманов придал романтичности. Исполняя прекрасную песню парами, он попросил балаковцев подержать его огоньками, и тысячи фонариков создали на площади подобие звездного неба. Пережив такие разные эмоции, публика ожидала хедлайнера, которым стал Валерий Сюткин. Всех химиков России с профессиональным праздником. «Король оранжевое лето», «7 тысяч над землей», «Вася», «Что не песня, то хит». К этому времени на площади уже собралось более 8 тысяч человек, и всех их объединил День химика. Сам Валерий Сюткин не раз поздравлял балаковцев и общался с публикой очень легко. Его песни подпевали все, и даже Родион Газманов не выдержал, и из-за кулис спустился в зону перед сценой, чтобы спеть вместе со звездой. Яркой точкой в этом насыщенном празднике стал салют, который освещал небосвод огненными цветами почти 10 минут.